Всем привет, меня зовут Евгений, я преподаватель в школе звука XSSR Academy. В сегодняшнем видео я затрону тему модуляторов в программе Ableton Live. Их назначение помогать и ускорять процессы создания контента, а в некоторых случаях даже спасать. Но обо всем по порядку. Чтобы активировать модулятор, нам необходимо его мапнуть на любой параметр и далее настроить возможности модулятора по вкусу, как в случае с первым модулятором под названием Shaper, при помощи которого я создал Groove. Примечательной особенностью модуляторов являются их многозадачные возможности. Мапать можно разные параметры одним модулятором. Также можно настраивать глубину влияния каждого параметра. Параметр LFO схож с Shaper, но имеет некоторые отличия, которые позволяют использовать его более гибко и создавать, например, постоянно меняющиеся текстуры. В самом модуляторе можно выбрать различные рисунки генератора. Пила, синус и даже случайные события. В январе 2023 года стартует мой курс по направлению музыкальный саунд-дизайн. Программа рассчитана на два месяца, в течение которых мы разберем актуальные методики создания звука с самого начала. Курс начинается с базовых методик и постепенно мы будем наращивать навык, практикуясь на каждой группе инструментов, начиная с пэдов и заканчивая барабанами. Так пройдет наш первый месяц и фактически за месяц мы разберемся в устройстве синтезаторов до уровня профи. Второй месяц мы посвятим более продвинутым техникам саунд-дизайна. Окрашивание, ресемплирование, разнообразные глич-техники, порой выдающие интересное звучание. И мои любимые роботы, которые будут помогать в генерации звуков и буквально будут способны создавать звук самостоятельно, без вашего участия. Данный подход является не классический, но очень полезный и уже не раз доказал свою эффективность в реальной работе. Envelope Follower — один из самых недооцененных модуляторов. И суть его работы заключается в следующем. Модулятор способен считать громкость с канала, на котором он применен, и далее перекодировать эту громкость в огибающую, которой он и будет модулировать параметры. И применений тут масса. Например, можно скрыть нежелательный клиппинг в сэмплере при помощи FM-синтеза. Или креативно обработать гитару. Да все что угодно. Экспрессион контрол — это модулятор, который базируется на контроллерах, вшитых внутрь миди. Например, если в миди-клипе присутствуют вариации по velocity, то модулятор способен работать именно на этом топливе. Или, например, кей-трекинг — зависимость от высоты ноты. Чем выше нота, тем сильнее открывается параметр. Есть рандомайзер, питчбенд и т.д. Применение модуляторов позволяет ускорить работу и добавить креатива при создании контента. С вами был Евгений. До новых встреч!